Подвести выники работы за минулый год и удоклонить приоритетные накерунки на ГТ. Сегодня в Гомеле прошла коллегия Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодежи Абылвы Конкама. Основный посыл присутным работникам Галины и сродкам массовой информации у своей працы в первую очередь уличивать потребы громадства и интересы людей. Загученная информация, ознайомились наши корреспонденты. Работа сродков массовой информации и установку культуры, взаимодействие с громадскими организациями и политическими партиями, реализация державной молодежной политики. Сегодня идеологичная работа – это целый комплекс накерунков. По великим рахунку, минулый год был той лакмусовый паперой, якая показала эффективность работы каждого из них. Оценивающую целым выники, как становшие, значную увагу на коллегии надали истнуючим проблемам. У той же сферы культуры – высокий процент изменяльности кадров. У середнем по области – 15%. У Хонецким и Октябрьским районах – каля 30%. Протяглая наявность вакансии нелепшим чином отбывается на работе установ Галины. Есть вопросы для работы пересоучих киноустановок. На суперокназве яны часто далей районного кинотеатра не выезжают. Разом с тем, не глядячи на окресленные проблемные моменты, в целом у сферы культуры спрацевали становча. Выконаны доведенные финансовые показчики и задачи по захованию культурной спадчины. Насыщенным минулый год был у плане реализации молодежной политики, проекты, конкурсы и акции. Многие из них проходили у новом формате. Головная задача – долучить молодых людей до активного громадского життя. У якости становчего прикладу проект областной пионерской организации по допомозе людям с обмежеванными физичными махчимостями во Улуковской допоможной школе-интернате. Мы разговариваем с детками, играем и всячески их поддерживаем. То есть, если он сидит в инвалидном кресле, мы говорим, что все будет хорошо и обязательно наладится. И мы учим дружбе. Мы учим, что еще не все потеряно. И мы дарим всякие игрушки. Тот же самый символ нашего пионерства – рысь. Мы подарили множество рысят деткам, и они были рады. Это такое счастье, видеть их улыбки, когда ты им даришь рыся, и они счастливы. Работа с насильством, напевно, самая важная на керунок у деятельности идеологов. Приемы громадян – в тим лику выездные. Сустречи по месту жихарства, промые телефонные линии, специальная линия смс-поведомлений. А прочее того, работниками идеологичной вертикали распроцовываются и расповсюдживаются друкованные материалы разной тематики. Особливая увага активной работе в интернете. Усё это тем больше важно в умовах, коли з'является шмат информации, якая не только не отповедая реальности, а часто носит ежший провокационный характер. Когда население пытаются настроить с точки зрения, чтобы не делалось всё плохо, конечно, это недопустимо. И здесь идеологи и средства массовой информации, они сегодня на острие, и они должны эти вызовы принимать, адекватно принимать, реагировать, своевременно реагировать, и, конечно, давать отпор. Потому что зачастую та информация, которая через всеразличные телеграм-каналы пытается вкладываться в умы населения, она не соответствует ни правде, ни действительности. Сярод основных задач идеологичной вертикали на этот год, формирование такой атмосферы в громадстве, якая бы не допускала ни поваги до закона, пропаганды ненависти и расповсюдживания чуток, пограждающих социально-политичной стабильности Украины. Значная надея тут на супрасовничество с громадскими объединениями и политичными партиями, которые имеют реальные мощности в сделании на людей. Сегодня на Гомельщине есть все условия для полномасштабного взаимодействия. Необходно выкрыстать шанс. На коллегии Главного управления идеологической работы культуры и по справам молодости, эта думка огучивается не одной, что достигнуть успеха можно только створивши команду однодумцев. Неважно, район маленький или большой, сельскохозяйственный или промышленный, в любом случае основной акцент в любом регионе, в любом предприятии ставится в идеологической работе на работе с людьми, на работе с населением. Да, наш район сельскохозяйственный, он отдаленный, граничит с Украиной, но вся работа, которая построена у нас в районе, идеологическая работа, она командная работа. От председателя районного исполнительного комитета до идеолога на предприятии. Это в целом есть команда района, которая работает вся наша идеологическая вертикаль. Олег Сенцеров, Сергей Нігаревич, Игорь Маришченко. Мтелерадиокампания «Гомель».